Об этом инциденте некоторые СМИ до сих пор публикуют противоречивую информацию. Однако точно известно то, что проводить задержание в Грозном сотрудники Ставропольского УВД и Временной оперативной группировки изначально не имели права, говорит Кадыров. Нарушений много, начиная от того, что местное МВД не было поставлено в известность и заканчивая тем, что правоохранители действовали в масках. Возбудили уголовного дела по статье 111, бумага о приводе, даже не о задержании. И Ханкала не имеет права без МВД по Чеченской республике проводить такие операции. Это по их законам, не я придумал, это МВД России, оперативный штаб. И то самое, что обидное, что это бытовая ссора чисто между двумя парнями, так скажем. По одним документам он как потерпевший, а по другим там подозреваемый. Даже они сами не согласованы и действуют. По одной бумаге он там какой-то 72-го года, на второй 69-го года рождения. Даже они не знают кого. Возбудили уголовное дело даже не по закону. Поэтому это преступление взятого характера. Говорил Кадыров и о необходимости усиления мер против незаконных действий людей в масках. По словам главы Чечни, история и многочисленные примеры показывают, что с закрытыми лицами и в форме правоохранителей могут быть кто угодно. В качестве примера можно привести и события 4 декабря, когда террористы устроили вылазку, перед этим переодевшись в форму полицейских. Даже руководитель ЛГУП, который исполняет обязанности, он говорит, что да, они не имели права. Он даже дал приказ, если они выявят местонахождение, чтобы сообщили, проводили совместно с МВД по Чеченской войск. Они даже не выполнили приказ своего командира. Уже возбудили уголовное дело по статье 286, часть 3, это лишение свободы от 3 до 10 лет. Я думаю, что Следственный комитет и все органы, которые задействованы, дадут правовую оценку и накажут по закону. Чайник Главного управления, ну, по Северному Толказу, главный полицейский, чайник Сергей Михайлович, я с ним разговаривал. Он лично принес извинения перед родственником погибшего. Он удостоверил нас, что будет честное, объективное расследование, что он не принимает, не приветствует все это. И он был в Ханкале, он был в министерстве Чеченской республики. И мы уверены, что разбираться будет по закону. Ради громких заголовков некоторые средства массовой информации порой выдвигают абсурдные версии и придумывают разного рода конфликты. Глава Чечни в очередной раз заявляет, что эти слухи распускают люди, заинтересованные в расшатывании ситуации в стране. Господа либералы сейчас активно говорят, что он родственник того же Заву Радаева. Он абсолютно, я и сегодня говорил, даже не однофамилец, так скажем. У нас очень много в Дадаево, если наказывать всех, то полреспублики у нас в Дадаево. Поэтому это неправильно, они не родственник, есть ни с одного села, даже ни с одного типа. Поэтому я призываю тех людей, которые сегодня, не чувствуя горя, тех родителей семьи не говорили, не писали чушь о Юженбурге. У них чести, совести нет, это однозначно. Они сегодня говорят про меня и про всех, кто сегодня стоит на страже безопасности России и все, что угодно. И поэтому у них этого не получится. Человек, который нам доверил этот регион, знает, что мы преданы ему и преданы государству законам. Безопасность государства для меня важнее всего. Я потерял все, я потерял отца, я потерял число 437 человек, похоронил. Я похоронил пять своих родственников из рода Кадыровых. Они погибали, защищая интерес государства, нашего народа. Поэтому тем людям это неинтересно, которые знают, что им небезопасно на этой территории продавать интересы нашего государства. Судьба государства, народа нам должно быть важнее всего. Украина, сейчас Киргизия, этого не должно быть у нас на территории России. Мы должны избавляться от таких шайтанов, которые предают нас, которые хотят затащить европейские войска, американские, чтобы проводить здесь специальные мероприятия, которые проводят на Украине. У нас есть и воины есть, у нас есть силовые составляющие. Все есть у нас для того, чтобы обезопасить наш государство. Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз призвал сил не делать преждевременные выводы и заявил, что дело будут расследовать с особой тщательностью. Извина Гацаева, Джамлайл Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости.